Я знаю, что детство у вас было, ну так скажем, вообще считаю, что у вас биография, на самом деле, для боёпика. Ну, то есть, надо будет снять, когда я на самом деле, фильм про вас, потому что очень, мне кажется, непростая. И вот я в этом контексте хотел бы про 90-е годы поговорить, потому что разные совершенно существуют оценки этой эпохи. Многие из, допустим, очень авторитетных моей отрасли, медиа отрасли говорят, что это лучшее время в стране. Время возможностей, время свободы, время свершений. Мне кажется, что у вас несколько иная оценка этого периода. Ну, я могу судить только с позиции, даже не позиции, а из детства, родом, как говорится, из детства на все это смотреть. И провинциальная жизнь была. Я из Брянской области, город Карачев, городок был небольшой. И мы буквально выживали в эти годы. И ничего, никакого... Романтики не чувствовали в этом. Иллюзий по поводу прекрасного времени у меня, к сожалению, не присутствует. Хотя и, в общем, по поводу нынешнего времени то же самое. А что вы считаете общего у этих эпох 90-х и вот то, что называется, десятыми? Ложь. Я думаю, что на самом деле тема не самая комфортная для вас. Но просто не могу не спросить, потому что я слышал в одном из интервью, вы рассказали, что вас маму убили, когда ей было 32 года, вам было 14. В Москве ее убили. А нашли тех, кто это сделал? Нет, нам сообщили вообще две недели спустя после трагедии. Вам сообщили? Ну да. Понятно. И вы остались с братом фактически вдвоем, потому что была тетя, сестра, мама и бабушка. И бабушка. Или дедушка тоже была? Ну, потом у них тоже в скором времени не стало, к сожалению. Понятно. Вот часто считается, что люди воспроизводят как бы ту модель, которая у них была в детстве. А вы ведь наоборот, по-моему, как-то вот человек, который делает ставку на семью, причем на семью полную. Вы все время подчеркиваете, что семья это главное, это жена, это дети и семья. Ваш родитель, он кто, что, почему его не было? Мама была кушеркой, по профессии не работала, работала санитаркой в сумасшедших домах и на рынках, продавала окрачка бушек, как в то время это называлось. И потом уехала в Москву на Черкизовский рынок, где, собственно, произошла трагедия. Отца я не знал, даже фотографии я не видел, образа у меня я не представляю человека. А дед воспитывал, в общем, дед все какие-то мужские дела, ориентир и маяк по человечности, это дедовские темы. Редактор субтитров А.Семкин